Лютики и цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. Июнь месяц. Июнь месяц уникальное время года. Заканчивается весна и начинается лето. Силы природы в этом месяце достигают своего максимального развития. День растет и наиболее длителен в году. Июнь – время удивительных, радостных и таинственных праздников. 1 июня. День Патрики. Назван в честь святого священномученика Патрики. На заре христианства он открыто облегчал заблуждение язычников и проповедовал веру к Христу. За это его бросили в кипящий источник, но он и ему не повредил. Брызги от источника опалили, стоявших рядом. Святой Патрики пребывал невредимым в тех водах, как в прохладном месте, и легко и восхвалял Христа Бога. И ему он повелел воинам вылет святого из воды и секирою отрубить ему голову. Сегодня почитается память великого князя Дмитрия Донского, защитника русской земли. С этого времени появляются первые ягоды и грибы, а на полях колосится рожь. Приметы. Прохладная погода сегодня, еще 40 дней тепла не будет. Если льет дождь, то дальше в течение месяца будет жара. Борьба с рабством. Такой комментарий, вернее вопрос. Здравствуйте, Петрович, что Вы скажете об употреблении анаболических стероидов? Я не могу набрать вес до нормы. Рост 176 сантиметров, вес 65 килограмм. Очень прошу совета, ибо устал уже бороться с этой проблемой. Я, знаете, несколько не понимаю, что Вас не устраивает в том, что у Вас там низкий вес. Просто из-за того, что он низкий вес, либо же что-то связано с Вашим здоровьем. Что от этого страдает здоровье. Это две разные вещи. Итак, что такое анаболические стероиды? Я Вам так хочу сказать. Если Вы просто... Кстати, их и придумали анаболические стероиды. Это для того, чтобы человек там набрал массу тела. Ну, вот как бы сказать, в данном случае не хватает массы тела. И человек, значит, покушал этих стероидов анаболические. И у него масса тела стала нормальной. Нормальной. Но! Вот в чем заключается НО! Вы их покушали. Масса тела стала нормальной. То есть, они способствуют набору. Но! Курс у Вас закончился. И через какое-то время Все Ваши набратые килограммы Как благополучно набрались, Так они благополучно и скатятся. Толк в их употреблении. То есть, вот знаете, Чтобы показать какой-то, можно сказать, Сиюминутный результат. Да, Вы можете там их поели, показали. Вот видите, какой я. Но на дальнейшую перспективу, Увы, они не работают. Тем более, повторный курс, Уже организм становится менее чувствительным К их действию. И, как правило, дезировка возрастает. Если раньше там была одна доза, То дальше ее надо увеличивать в полтора раза. Третий курс, если Вы будете делать, Надо увеличивать до двух. То есть, постоянно сидеть на этом курсе, Который начинает влиять на здоровье. Почему? Потому что Вы вмешиваетесь в работу своей гормональной системы. И она просто-напросто начинает, Как бы сказать, если со стороны поступают гормоны, То гормональная система, Она сразу как-то срабатывает так, Как саморегулирующийся механизм. А зачем я буду вырабатывать эти гормоны, Когда они приходят со стороны? Я их уменьшу пропорционально настолько, Насколько они приходят со стороны. И получается, что Ваша собственная гормональная система Становится более слабой. Поэтому, одно дело, Какой-то там курс для чего-то, Или еще там что-то такое показать. А другое дело, Если Вы хотите постоянно что-то там поддерживать. В данном случае, В данном случае, Для того, чтобы повысился вес, Как правило, повысился вес Не за счет там, Какой-то общей массы. Как правило, там, Может вода задержаться, Человек оплывет водой, Может жировая масса, Значит, наберет жира там, В основном даже в животе. И толку что? Важно, чтобы Масса тела была рабочая. И если у Вас никаких Вот других отклонений нету, Кроме там, Низкого там веса, Я ничего страшного в этом не вижу. Главное, Общее самочувствие. Но, Если Вы хотите, Чтоб у Вас Мышечная масса была более выраженная, И за счет этого был вес побольше, Значит, необходимо давать нагрузку. Нагрузка должна быть правильной. Как правило, это физическая нагрузка на мышцы. В результате чего? Организм начинает приспосабливаться к этой повышенной нагрузке. За счет того, что он становится сильнее, увеличит свою мышечную массу. И, естественно, дальше эту физическую нагрузку на каком-то нормальном, таком оптимальном для себя уровне надо и дальше ее продолжать поддерживать. Тогда эта масса будет Ваша. То есть, То есть, раза три-четыре в неделю надо заниматься с отягощениями лучше всего. То есть, выполнять такие упражнения, как становая тяга, приседания, жим лежа. То есть, вот это те упражнения, которые влияют на все тело и способствуют по мере роста силы наращиванию мышечной массы. Ну, вот так вот поступают. По крайней мере, я в свое время начал заниматься. И, так сказать, вот поднабрал там мышечную массу. Ну, ту, которая меня удовлетворяла. Как только физическая нагрузка снизится, здесь очень интересная вещь, смотрите. Организм приспосабливается и к физической нагрузке. Как только физическая нагрузка снижается, как в космосе. Космонавты полетели туда, подготовленные, грубо говоря, накачанные. Функционал у них отличный. Вот. А в космосе невесомость. Физические нагрузки ноль. И у них сразу же начинаются вот эти процессы распада мышечной массы. Она не нужна там. Они теряют мышечную массу, они теряют сразу же силу, они теряют функциональные способности. И по возвращению, допустим, месяца через два, через три на землю, они могут даже и не подняться. Настолько они слабят. То есть, теперь, так сказать, сжато. Если вы хотите увеличить свою мышечную массу, то вы должны увеличить физическую нагрузку на свой организм. Причем увеличить так, чтобы вы эту нагрузку увеличили и далее поддерживали всю оставшуюся жизнь. Как только физическая нагрузка у вас спадет, значит, у вас начнет распадаться ваши мышцы, там, сила и прочее, прочее. Анаболиками это вещь. Вот сейчас много, знаете, вот такой информации, что все там решается таблетками, там, гормонами роста, там, анаболиками и прочими, прочими, прочими. Вот пока вы сидите на курсе, значит, у вас, грубо говоря, мясо имеется. Плюс, плюс в любом случае, надо еще и заниматься. Как только вы с курса слезли, вы буквально таки, как шарик, сдулись. То есть, о физической нагрузке, как раз борьба с рабством, вот здесь ничего не сказано. Не могу набрать вес до нормы. И в некоторых случаях, кстати, согласно индивидуальной конституции, мы вот думаем, что вот норма вот такая-то должна быть. Допустим, грубо говоря, там, 176 сантиметров роста, значит, минус 100 вес должен быть 76 килограмм. Он, навсего, 65. Если у человека тонкокосный, то есть у него конституция индивидуальная ветра, то это для него норма. Можно, естественно, будем говорить вот с помощью физических упражнений, более, значит, правильного там питания, чтобы оно было как минимум трехразово, более-менее такого плотненько. Массу, значит, поднять, держать. Ну, как только изменится физическое нагрузское питание, сразу же падает до вот той нормы, которая дана ему от природы. Поэтому для каждого человека своя собственная мышечная масса. И если вы, как бы сказать, ее считаете, что можно там как-то улучшить в сторону увеличения или там уменьшения, пожалуйста, работайте над этим. Как только бросите, сразу все скатится до того, с чего вы начинали. Поэтому здесь очень важно, как бы сказать, не насиловать себя, а выбрать такую программу жизни, в которую входят питание, тренировки, чтобы вам было все это комфортно, и вы были удовлетворены своим внешним видом. Вот это очень важно понимать. А все остальное, вот, что там говорят, грубо говоря, там можно с помощью там химии и раскачки добиться ошеломляющих результатов, но на это надо тратить очень много времени. Как только вы перестанете все это делать, все вернется на круги своя. Думаю, что я ответил. Но тут нету того, что вот, чем именно недоволен. Тем, что вес просто низкий, либо же какой-то еще функционал с этим связан. Тогда было более-менее интереснее поговорить на эту тему.